Сделаем неожиданный вывод, который я нигде не встречал. Что у нас получится? Можно опять воспользоваться теоремой Фалеса. Не факт, что кто-то из вас проходил. Вот у них числители одинаковые. Прекрасно! Получился красивый математический факт. Всем привет! С вами канал Профематика и я, Влад Вуль. Сегодня я вам расскажу о свойствах биссектрисы угла треугольника и биссектрисы внешнего угла треугольника. Мы сначала выведем довольно стандартные свойства, потом перейдем на нестандартные свойства, потом это объединим, а потом сделаем неожиданный вывод, который я нигде не встречал. Обещаю, что будет красивая геометрия. И геометрия, и элементы алгебры. Итак, поехали. Треугольник ABC, в нем проведена биссектриса AL. Мы сейчас докажем всем известное свойство, что стороны относятся точно так же, как и отрезки, на которые биссектриса разбивает третью сторону. Ну, давайте это сделаем. Значит, для того, чтобы это доказать, возьмем из точки B, проведем прямую параллельную биссектрисе и пересечем продолжение стороны AC. Вот. Посмотрим, что у нас получится. Ну, во-первых, так как это две прямые параллельные, у нас есть пара накрест лежащих равных углов, да, угол LAB равен углу ABD. Понятно, что эти углы равны. Также, так как эти прямые параллельны, у нас есть пара соответственных углов, да, угол CL равен углу ADB. И что получается, что треугольник ABD получился равнобедренный. Вот, у нас два равных отрезочка, они равны по С. Ну, а теперь воспользуемся всем хорошо известной, я надеюсь, теоремой Фалеса, что B так относится к С. Да, вот у нас две параллельные прямые, AL и DB, и угол они пересекают AC, значит, B относится к С, так же, как B1 относится к C1. Ну, вот, собственно, я и доказал исходное утверждение, которое вам должно быть хорошо известно по школьной программе. Вот. Теперь то, что не факт, что кто-то из вас проходил. Посмотрим, что абсолютно аналогичная ситуация с биссектрисой внешнего угла треугольника. Биссектриса внешнего угла пересекла продолжение стороны CB в точке N. Сделаем абсолютно аналогичное построение. Проведем через точку B. Вот мы здесь проводили через точку B параллельно биссектрисе. И здесь мы проведем через точку B параллельно биссектрисе, но не внутреннего уже, а внешнего угла. Вот, давайте прямая параллельная биссектрисе. Ну, давайте чуть поровнее. Вот так. Значит, пускай это точка E. Здесь у нас B сторона. Заметим, что, так как две параллельные прямые накрест лежащие равные углы. N, A, B и E, B, A. И опять же, по причине параллельности прямых, у нас там D точка где-то. Значит, угол D, A, N и угол A, E, B соответственные углы при параллельных тоже равные. И у нас снова получился равнобедренный треугольник, тоже вот этот кусочек C. И можно опять воспользоваться теоремой Фаллеса. Прямые E, B и A, N параллельные, пересекают стороны угла A, C, B. И также можно записать. Мы только будем брать не вот эти два отрезка, а весь отрезок и вот эту его часть. И тоже получим, что B относится к C. Да, весь и вот этот. Как B' к C'. Да, видите, я беру сначала отрезок на одной стороне угла до дальней прямой, а потом между ближней и дальней прямыми. А потом сделаю то же самое на другой стороне угла. Беру сначала отрезок до дальней прямой, а потом между. И у нас записаны два абсолютно похожих друг на друга отношения. А теперь смотри. Ну то есть на самом деле запомнить это очень легко. Вот поглядите. Я что одну, что другую биссектрису начинаю вести из одной вершины. И из этой вершины пишу отношения сторон, которые из этой вершины исходят. Да, вот из этой вершины эти две стороны исходят, и вот я пишу это отношение. Из этой вершины эти две стороны исходят, и я пишу их отношения. А потом я пишу отношения от точки, куда пришла биссектриса, до тех двух вершин, куда пришли стороны. То есть биссектриса пришла в точку L, и отношения B1 к C1. Биссектриса другая пришла в точку N, и отношения до вот этой вершины, куда одна сторона пришла, и до этой вершины, куда другая сторона пришла. То есть можно резюмировать, что отношение отрезков, соединяющих второй конец биссектрисы с вершинами сторон, равно отношению этих самых сторон, которые выходят из вершины угла, откуда проведена биссектриса. Вот. То есть очень удобно. Обычно, когда проводят биссектрису внешнего угла, вот таким образом забывают, какое отношение нужно написать. Вот. Запомнить легко. Нужно взять точку, куда попала биссектриса, и по очереди написать одну и вторую, один и второй отрезок, соединяющий эту точку с вершинами этой стороны. Вот. Ну и понятно, что, собственно, эти два равенства абсолютно одинаковы. То есть B1 относится к C1, как B' относится к C'. Ну, собственно, из написанного. Не будем останавливаться на достигнутом и посчитаем отрезки B1, C1, B', C', используя то, что сторона против угла А равна А. Да, ну вот давайте я каким-нибудь другим цветом. Вот. Вот эта сторона целиком, она А. Ну, и здесь тоже вот эта сторона А. Вот. Ну, что можно записать? Так как мы знаем, что отрезок B1 относится к отрезку C1, как B к C, да, то можно этот отрезок назвать Bx, а этот отрезок Cx. Ну, где x какая-то неизвестная. Сейчас эту неизвестную я найду. Как найду? Ну, сумма этих двух отрезков равна А. То есть Bx плюс Cx равно А. x можно вынести за скобочку. И получить, что он равен А поделить на B плюс C. Да, это я так в скобочках напишу, а то это как-то к равенству прилипло. Визуально неграмотно математически. Это так я просто для вас написал, чтобы вам было удобнее воспринимать. Итак, тогда получается, что отрезок B1 равняется, так как это Bx, получается А, B на B плюс C. А отрезок C1 это Cx, значит получается А, C на B плюс C. Ну, хочется проделать абсолютно аналогичную штуку тут. Давайте это сделаем. B' и C' относятся как B к C, поэтому назовем это BY, а это CY. Ну, давайте я сделаю, как делал там, да, вот здесь вот это в скобочках, а здесь вот так, чтобы визуальный образ сохранился. Ну, и мы понимаем, что разность B' и C' равна А. То есть, BY минус CY равно А. Y за скобочку в скобочке B минус C, значит, Y равен А поделить на B минус C. Вот, вычисляли все отрезки. Которые высекает бисектриса на стороне или на продолжении стороны. Ну, и теперь хочется сделать интересное заключение. Ну, во-первых, понятно, да, что, ну, вот эта сторона А состоит из суммы отрезков B1 и C1. Ну, и вообще можно написать тогда, что B' давайте я вот здесь по центру. B' получается как сумма стороны А, которая B1 плюс C1, и C'. Ну, это вот совершенно очевидное равенство. А сейчас выведу интересное неочевидное равенство. Вот, что можно заметить. Вот поглядите на B1 и на B'. Вот у них числители одинаковые. Давайте-ка их мы перевернем, и тогда эти две дроби будет выгодно сложить. То есть я сейчас хочу что сделать? Я хочу 1 поделить на B1, сложить с 1 поделить на B'. 1 поделить на B1, это B плюс C, поделить на AB. 1 поделить на B1, это B минус C, поделить на AB. Да, если мы эти две дроби сложим, C у нас сократится. В числителе будет 2B делить на AB, B можно сократить, и получится 2 поделить на A. Вот такое вот равенство получено. Это получено для обратных величин B1 и B'. Давайте то же самое сделаем для обратных величин C1 и C'. C1 и C' только не сложим, а вычтем. И вы сейчас увидите почему. То есть я теперь хочу взять C1 поделить на C1 и вычесть 1 поделить на C'. Смотрим. 1 поделить на C1, это B плюс C, поделить на AC. Вычесть. 1 поделить на C' это B минус C, поделить на AC. Равно. Если я приведу под общий знаменатель, у меня B сократится, минус на минус даст плюс, и получится 2C поделить на AC. Теперь сократится C, и получится 2 поделить на A. Обратите внимание, получилось ровно то же самое, что с обратными величинами B. Ну и я теперь просто не могу пройти мимо этого момента и не приравнять вот это выражение с этим. То есть у меня получится 1 поделить на B1 прибавить, 1 поделить на B' равняется 1 поделить на C1 отнять, 1 поделить на C'. Ну и хочется записать такое выражение, что перенеся 1 поделить на C1 равняется 1 поделить на B1 плюс 1 поделить на B' и плюс 1 поделить на C'. То есть обратите внимание, что когда мы считали B', это был самый большой отрезок, и он, ну давайте я вот здесь точку поставлю, да, бисектрис как будто проведена. Здесь у меня было B1, а здесь у меня C1. Вот, то есть B' это самый большой отрезок, и он равен сумме всех. А C1, самый маленький отрезок, и его обратная величина самая большая, и она оказалась равна сумме обратных величин всех остальных трех отрезков. Вот такой вот обнаружился замечательный факт про отрезки, на которые бисектриса внешнего и внутреннего угла делит сторону или образует при ее продолжении. Вот, по мне так довольно получился красивый математический факт. Вот, а с вами был канал Профематика, я Влад Вуль. Математика на нашем канале будет для вас понятной и интересной. Подписывайтесь, ставьте лайк. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok